Иваново держит марку. Коллектив арт-студии «Мираж» вернулся из столицы с престижного национального конкурса детских театров моды «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева. И не с пустыми руками. В этом году проходил 21-й национальный конкурс, на который мы возили две коллекции – «Ивановские ситцы слои времени» и коллекцию «Оспожинки». Также наши дети представляли кукол на конкурсе, эскизы и индивидуальную модель. В итоге коллекция «Ивановские ситцы» заняла второе место. Коллекция «Оспожинки» стала обладателем Гран-при. Коллекцию «Оспожинки» хочется долго рассматривать. Необычное сочетание холодного металла и женственного кружева, воплощение этнофутуризма. Каждая девочка сама свой костюм придумала, нарисовала, отшила и показала. Он создан из льна, кружева, из люверсов по нашему поясу. Я очень довольна результатом. Надеюсь, что это наша не последняя награда. Коллекция «Ивановские ситцы слои времени» завораживает не меньше. Сложно поверить, что созданы это руками детей. Авторы рассказывают истории о том, что в «Ивановских ситцах» живет сказочный цветок, который меняется со временем, но все равно остается прекрасным. За основу мы брали действительно ивановские ситцы, ходили по бабушкам. Некоторые дети сами у бабушек брали эти ткани, забирали из сундуков, грубо говоря. И мы накладывали темную ткань, создавали эффект богатства. Правда, показ «Ивановских ситцев» в полуфинале национального конкурса оказался под угрозой. Организаторы перепутали музыкальный материал. Но для «Ивановских девочек» непреодолимым препятствием это не стало. Перед выходом нам включили другую музыку. Девочки говорят преподавателям, что «Галина Александровна, это не та музыка, как нам выступать?» Но, к сожалению, даже не к сожалению, а к счастью, никто не растерялся, и девочки выступили хорошо. Мы прошли в финал, и там заняли достойное второе место. За этим успехом полгода кропотливой работы юных мастериц, их родителей и педагогов. Чтобы о сказочном цветке, который распускается на «Ивановских ситцах», помнили, его периодически нужно дарить людям. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ «Иваново».